Всем здравствуйте, приветствую вас на канале Плюско Михаила и я Бабаев Рамиль. Сегодня расскажу, как разблокировать Xiaomi 11 Lite на базе 14 MIUI. Самое последнее обновление на данный момент. Проходим процедуру первоначальной настройки, выбираем язык, регион, выбираем клавиатуру, соглашаемся, пропустить, подключаемся к Wi-Fi, я уже подключился. Сейчас я вам покажу, что телефон действительно заблокирован. Не копировать. Использовать аккаунт Google. И вот мы видим, что телефон запрашивает аккаунт Google, который был синхронизирован с ним. И далее нам никак не нажать. И для разблокировки данного телефона нам понадобится второй телефон на Android. Без этого никак. Заходим на втором телефоне, заходим в Play Market. Вводим в поисковике приложение Mishar. Вот оно сверху. Устанавливаем его. А пока оно устанавливается, заходим на сайт teliet.ru И скачиваем приложение frp.rum скачать и 2.apk скачать. Проверяем, что у нас файлы необходимые скачались. Сейчас frp.ru Да, грузится. 2.apk загружен уже. Убираем пока в сторону второй телефон. Пока там все грузится. Переходим к заблокированному устройству. Нажимаем на телефон и адрес электронной почты. Вылезает клавиатура. На значок нажимаем вот здесь глобус. Нажимаем и держим. Выходит клавиатура Xiaomi. Вот, выбираем ее. Появляется клавиатура и слева появляется значок 4 квадратика. Нажимаем. Пролистываем вниз. Шестеренка написана еще. Нажимаем туда о приложении. Далее политика ковидинциальности. Выбираем любой текст. Выделяем. Поделиться. Выбираем как заметки. Справа сверху значок со стрелочкой. Нажимаем на стрелочку отправить как изображение. Снизу список. Каким способом мы можем поделиться данным файлом. Выбираем поиск по изображению. Немножко ждем. Здесь появляется значок лупы с глобусом. И вот мы теперь в браузере. Нажимаем крестик вот здесь слева возле лупы. То что мы фотографии искали. Нам это сейчас не нужно. И заходим на сайт tele.ru три горизонтальные полоски справа. файлы нажимаем два раза. Попадаем в приложение файлы. Здесь нам нужно попасть в настройки. Вот мы в настройках телефона. Что нам здесь нужно сделать? Нам нужно сделать, а именно включить меню специальных возможностей. В расширенных настройках находим специальные возможности. Меню специальных возможностей. Быстрый запуск. Разрешаем. Ок. Справа снизу появляется белый человечек на желтом фоне. Вот мы его здесь можем увидеть. Далее нажимаем на значок человечка. И слева появится кругляшочек с гугл ассистентом. Нажимаем на него и говорим Open YouTube. Open YouTube. Открываем приложение YouTube. Вот мы в YouTube. Далее справа сверху значок человечка. Нажимаем. Заходим в настройки. О приложении. Политика твенциальности. И далее нам выбор, через какой браузер нам открыть данную ссылку. Выбираем mi-браузер. Это очень важно. Вот мы в стандартном браузере от Xiaomi. Нажимаем на поисковую строку и сюда по-русски вводим проводник. Вот здесь у нас сразу приложение показывает, что проводник установлен. Его можно запустить. Вот мы в приложении проводник. слева сверху три горизонтальной полоски нажимаем передача файлов. Вот мы в передаче файлов. Если будут какие-то запросы выходить, соглашайтесь с ними. Далее делаем получить, разрешить. и у нас диск QR-код появляется. Берем второй телефон, на котором уже установлено два файла firepowerum и два .apk. Вот это приложение Mishar уже установилось. Открываем его. Соглашаемся участвовать. Далее включаем Mishar тумблер доступ ко всем файлам при использовании, при использовании, разрешить, разрешить. Вот мы в приложении Mishar и нам нужно здесь отправить два файла, которые мы заранее скачали. Разрешить. Папка два .apk и firepowerum отправить настройки. Разрешаем Mishar изменения системных данных. Далее QR-код сканируем. Подключиться. Подключено и идет передача файлов. Вот данные переданы. Второй телефон нам больше не нужен. И вот здесь у нас есть два приложения. Очень важно сначала установить firepowerum. Если мы его не установим, то ничего работать не будет. Сначала мы его открываем. Вот оно у нас запущено, работает. И потом открываем два .apk. Вот оно у нас тоже работает. Справа сверху три точки. Вход в браузер. Окей. Немножко ждем и сюда нужно будет ввести любой, но реально существующий Google аккаунт. Я введу свой. пароль. Пароль по понятным причинам я показывать не буду. аккаунт. Вот я ввел пароль от своего Google аккаунта. Ввел свой Google аккаунт. Проходим далее. вот аккаунт у нас добавлен. Можно посмотреть действительно добавлен аккаунт. Открываем человечка, нажимаем Google ассистем и говорим открыть настройки. Открыть настройки. Чтобы перейти в настройки. Вот здесь есть значочек открыть настройки шестеренкой. Вот мы попали в настройки и здесь мы находим аккаунт и синхронизация. То есть вот у нас Google аккаунт который мы добавили. Вот он у нас теперь в телефоне. Теперь просто перезагружаем телефон. Перезагрузить перезагрузить. И несколько секунд ждем. телефон включится и подтвердит что Google аккаунт успешно добавлен. После этого можно будет пройти процедуру первоначальной настройки и соответственно телефоном можно будет пользоваться без каких-либо ограничений. Вот у нас здесь опять запрашивает подключение к Wi-Fi можно пропустить. Вот уже видите Google сервис уже подгрузились. Пропускаем. Далее далее согласиться далее телефон полностью разблокирован никаких Google аккаунтов с паролями у вас не будет. Если вы делаете для себя то можно пользоваться если вы делаете это для клиента то соответственно из Google аккаунта лучше отсюда удалить. Все в телефоне Google аккаунта нету пароли соответственно тоже нету. Все телефон разблокированный готов. готов.